Девочка-пай Девочка-пай Лиза! Лиза! Пойдем поедим, а? Не хочу! Ну, ты сегодня совсем ничего не ела. Попей хоть чаю. Мам, я... Мам, я не хочу. Мам, я хочу. Привет, соседина. Что у вас так тихо? Здравствуй, Ира. Как Лиза? Плачет. Да, и можно понять. Они с Таней были близкими подругами. Не знаю, как заставить ее поесть. А может, попробовать ее уговорить куда-нибудь прогуляться? У-у-у. Вряд ли согласится. Хотя... Попробую. А вдруг? О! Прости. Да? Алла, я хотел бы с тобой встретиться. У-у-у. Хорошо. Тогда в три в кафе. В рядок. Жду. Классная руководительница Шурика сообщила о родительском собрании. Павел приехал. Ему сейчас, наверное, сложнее всех. Да, пройдет время. Встретить другую девушку. Труднее всех сейчас тайному отцу. Дочь не вернешь. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Полиция дома? Да. Только она плохо себя чувствует. Плачет. Может, поговоришь с ней? Да. Конечно. Подожди. Лиза, к тебе, Паша. Спасибо. Я пришел извиниться. Вспылил. Прости, пожалуйста. Ничего. Я все понимаю. Сейчас всем трудно. Нужно поддерживать друг друга. Я повел себя как последний эгоист. Не могу поверить, что Тани больше нет. Я знаю, как это тяжело. Прости, был неправ. Давай. Раскисай. Паша, я узнал адрес и фамилию виновника ДТП, в котором погибла Таня. Давай его сюда. Только я еду с тобой. Дай адрес. Я поеду с тобой, а то ты еще натворишь чего. Сережа, дай адрес. Я один съезжу. Да, конечно. Я теперь один и не с кем даже по душам поговорить. Всегда можете рассчитывать на меня. Неужели нет никого из родственников, знакомых, которым вы могли бы довериться? Увы, никого. Только данные родственники. Но мы с ними давно уже перестали общаться. Да. Спасибо тебе, Аллочка, что приехала. С тобой я могу поговорить о Тане. Нашли того, кто ее убил? Нет. Но я его из-под земли достану. Он у меня попал на это видит за смерть моей дочери. Не застанем мы здесь панта Морева. Наверняка уже в бегах. Все равно надо проверить. Ну надо, так надо. Пойду дом обойду. Только ты сразу не стреляй. Мам, тут какой-то дядька пришел. Я уже иду. А Игорь Пономарев дома? Нет. А где его можно найти? Не знаю. А вы кто? Следователь, который занимается делом вашего супруга. Ну, ко мне уже приходили по этому делу. Я все, что знала, рассказала. А у меня к вам еще вопрос. Знаете что, товарищ следователь? Если вы хотите найти моего мужа, ищите. Иди сюда, сынок. Если вам нужны мои показания, вызывайте в прокуратуру. Но больше я вам ничего не скажу. Прощайте. Ну что? Ничего. Ну я же тебе говорил. Я найду этого Пономарева. Он ответит за смерть Тани. Только пусть отвечает перед законом. Сам дров не наломай. Это мы по обстоятельствам посмотрим. Ага. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ах! Ты уже дома. Но ты не рада. Почему не рада? Рада. Только ты обычно несколько дней отсутствуешь тут. За один день. А мы конфеты в область возили. Тут недалеко. А ты, я вижу, без меня не скучаешь. А, ну, один знакомый подвез до дома. Что не припоминаю, у тебя знакомых на дорогих иномарках? Школьный друг. Неожиданно встретились. Вспомнили. Молодость. Не бери в голову. Есть хочешь? Миша. Я в душ. Хорошо. Как хочешь. Добрый день. Здравствуйте, я вас слушаю. Могу я узнать, кто ведёт дело о ДТП, в котором погибла Татьяна Васильева? Мам, не расстраивайся, я буду тебя всегда защищать. Вы хотите на приём к следователю? Да. В паспорт, пожалуйста. Ага. Да-да. Вот. Так, вам до конца коридора налево, второй этаж, комната номер восемнадцать. Пожалуйста. Спасибо. Я всего лишь хочу знать имя человека, который совершил наезд. Имя и адрес. К сожалению, пока идёт следствие, я не имею права разглашать информацию. Послушайте, я отец Стане. Я должен знать имя человека, который… за которого погибла моя дочь. Я вас понимаю, но помочь ничем не могу. Может, мы всё-таки найдём компромисс? Мне нужен человек для одного серьёзного дела. Да, такого серьёзного, что это не телефонный разговор. Скажи ему, что я буду ждать его в парке возле фонтана. Через час. Через час. Это я. Отчеловек твой мне. Уже времени, никого нет. Понятно. Дай ещё. Мне понадобится охрана. Человек пять. Спасибо. Вы Васильев? Да, это я. Я от Романова. Он сказал, вам нужно решить какую-то проблему. Подлеца одного убрать надо. Это возможно? Всё зависит от суммы. Я заплачу, хорошо. Не волнуйтесь. Тогда нам нужно обсудить детали. Тогда нам нужно обсудить детали. И ко мне последнее. Ути что. Ути что? Ути что? Ути что? Ути что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. Да вот у ребят кофе разжался, а то у нас вообще ничего нет. Мог бы и мне кофе достать. Друг называется. У Пантелеева еще есть. Можешь пойти и себе стройнуть. Вот вы где, орлы. Почему не на рабочих местах? Звоню, звоню. Никто трубку не берет. Да вот решили взбодриться. Я вас сейчас взбодрю обоих. Быстро на выезд. Озерный опять. Труп. Нет, Игорь Пономарев. Вы быстро. Я вас уже не вижу. Ты, что ли, по номере вагрукнул? С ума сошел? Нет, конечно. Видать, этот мужик еще кому-то дорогу перешел. Или переехал. Насколько я понимаю, мы срываем открытие цирка. Цирьё завезли, рабочих нанимаем. Аэритвизищество еще не подвели, оборудование не установили. Нужны деньги. Мы все истратили до последней копейки. Я вам не верю. В магазинах хорошая продажа. А еще мы заплатили штраф налоговый. Послушайте, это не так дорого. Провести электричество и установить оборудование. Деньги надо найти. Можно взять кредит. Чтобы вообще остаться без протока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Ну, дело сделано. Когда деньги будут? Я занят. Созвонился завтра? Ну ладно. Давайте рассмотрим вариант с кредитом. Смолочь. Лёнь, зафиксируй след. Я нашел свидетеля, который ночью заметил чужую машину. Она стояла недалеко от дома Пономарёва. Нужно узнать подробнее. Марку, цвет автомобиля. Номер, конечно, вряд ли запомнил. Но может быть хотя бы одну из цифр. Хорошо. Вот он пригодил. Он спрашивал про Игоря. Ну, всё нормально. Это наш сотрудник. Если бы мне раньше сказали, где находится ваш муж, может быть, сейчас он был бы жив. Пойдёмте в дом. Вам надо постараться успешниться. Пойдёмте. 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 Паш, ну тут помягче бы с ней. Кто ещё начнёт рожать? Я не могу. Как вспомнил, что из-за этого подлеца. Погибла Таня. Сам бы убил. Да кто-то меня опередил. Смотри, какой рисунок. Запечатляй в память. Вдруг пригодится. Ну-ка, покажите. Тык. След кроссовка. Китайская поделка известного американского бренда. Да ладно. Откуда ты знаешь? Профессия обязывает. А я к вам с новостью. Слушаем. Нашли брошенную машину. Ту, что стояла у дома Пономарёва. Она, кстати, в угоне. Отпечатков много. Опознали только отпечатки хозяина машины. Остальные проверяем по базе. Ну так, не густо. Чем мог, помог. Дальше сами раскручивайте. Спасибо, Лёня. Не за что. Никаких зацепок. Хотя, есть у меня одна мысль. Ну давай делись. Сначала сам проверю. Зачем пришёл? Борис Романович, нужно поговорить. И о чём? По поводу дела Пономарёва. Это в ваших интересах. Ну, заходи, поговорим. Виновник ДТП, в котором погибла Таня, убит. Прекрасно. Правосудия свершились. Помнишь? Нет. А я ещё выпью. За эту новость грех не выпить. Я пришёл ко мне для того, чтобы сообщать новость про Пономарёва. Меня интересует, не причастны ли вы к его смерти. Я? Нет. Но я рад, что эту сволочь убили. Из-за него не стало моей, Танюш. Всё, что у меня есть, теперь эта Алёнка. А я её скоро у вас заберу. А я тебе её не отдам. Я отец. Ну, докажи. Буду стараться. Алёнку уже выписали? Да. Хорошая девочка. На маму похожа. Можно я на неё посмотрю? Ну, а почему бы и нет? За то, что ты принёс хорошую новость. Так уж и быть. А можно попробовать взять её на руки? А, а… А? 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 Ты очень похожа на свою маму. Такая же нежная и красивая. Я никому не дам тебя в обиду. Ты будешь самой счастливой девочкой на земле. Ань, может сходим сегодня вечером в кафе? Другие в ресторан приглашают. Другие? Так что я у тебя не единственный, Ань, ты мне только что разбила сердце. Так. Здравствуй, Ань. Привет, Паш. Ты не возражаешь, если у тебя бойца заберу? Ну, вообще-то я возражаю. Забирай мне, Рюцель, без сердца не нужен. Коварная. У меня нет сердца, потому что ты мне его украла. Как же ты не вор, мне только на чат ткани клеится. Клеить ему еще пригодится. Значит так, нужно проследить за Василиевым. Зачем? Он мог отомстить за смерть дочери. Так, Орлы, а ну-ка мне. Ну, живо, живо. Значит, по делу Пономареву появилась зацепка. Около угнанной машины, той, что бросили после убийства, крутился один тип. Там на доме видеокамера, ребята просмотрели запись и установили, что это Максим Нечаев, вор-рецидивист. На нем много грехов. То есть, нам его нужно найти? Верх проницательности. Да, и не тяните. Если он выйдет из города, я вам головы поотрываю. Сделай. Естественно. Я здесь твои любимые пирожки приготовила. Мама, не хочу есть. Без еды нельзя. Я понимаю, ты переживаешь. Ну, надо есть, а? Ну, куша до кости скоро будет. Поверить не могу, что Тани больше нет. Буквально ведь на днях еще так радовались, готовились к свадьбе. Платье выбирали. В тот раз и все оборвалось. А, ты знаешь, этого мужика убили. Ну, тот, что Таню сбил. Как? Подожди, кто убил? А ты-то откуда знаешь? Мне Бориса Романовича сказала. Борис Романович, ты его видела, что ли? Да нет. Мы поговорили по телефону, мы после похорона созваниваемся. Ну, надо же подержать человека, ни жены, ни родственников. Вот дочь потерял. Судьба? Не позавидуешь. Так, парни, вы в лоб, а мы сзади обойдем. Коля, пойдешь с ними. Я же просил, потише. Я же просил, потише. Не на пол! Работает полиция! Невча, стой! Режим! Все! Мы его взяли! Ты как? Да! Срочно, скоро! Ранят сотрудник милиции! Подушу посмотри у него! Китайская подделка известного бренда! Она самая! Пригодится! Из этого пистолета ты Пономарева завалил! Не знаю никакого Пономарева, а! Помогите! Пакуйте его! Пошел вперед! Держись! Попробуйте! 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 Привет, Ваша! Привет! Проходи, можешь на кровати сесть! Здравствуйте! Я слышала, что тебя ранили. Вот, решила навестить. Ранили? Да, так, царапина. До свадьбы заживет. Да какой свадьбы? Сказала, не подумав. Я диспрук-то принесла. Да не стоило. Меня тут ребята подкармливают, да и выпишут скоро. Но все равно спасибо. Выпишут? Так быстро? А как же? Да я же говорю, ничего страшного. Жить буду. Ну, хорошо. Аленке нужен здоровый отец. Да. С Васильевым, конечно, за нее придется побороться. Он просто так Аленку не отдаст. А если в суд обратиться? Это само собой. Но у меня шансов мало. Но, даже если я сделаю тест на ДНК, он покажет мое отцовство, вероятность того, что мне дадут Аленку, крайне мала. Кто такой Васильев, а кто я? У него деньги, связи, хорошие условия для воспитания малышки. Паша, у тебя все получится. Спасибо за поддержку. Будем надеяться на лучшее? Конечно. Ладно, я пойду тогда. Поправляйся. Пока. Пока. Спасибо, что нашла. Максим Нечаев приговаривается к десяти годам колонии строгого режима. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Да не торопай ты, дай свободы чуток подышать. Мам, пообещаешь, что я в последний раз к деду еду? Обещаю. Тебе же в следующем году поступать. Саш, ты думаешь только о себе? Дед там совсем один, он будет очень рад нашему приезду. Ну, едь туда сама. А мне там делать нечего, там даже интернета нет. Да слава Богу, отдохнешь хоть немного от компьютера. Так, дети, отдыхайте там хорошенько. Угу. Ну и помните, что мама вас любит. Мы тебя тоже любим. Не скучай там. Саш, сумки поставь. Да, еще носильщика себе нашла. Что, места нет, что ли? Ну, возьми. Ну, Соня, ну помоги сестре. А, могла бы и сама взять. Не такая уж тяжелая. У меня ж девочка, Саш. А, возьмите, пожалуйста. Саша, слушайте деда и Лизу. Понял? Понял, понял. Слышал? Да. Да? На вокзале. Детей провожаю к деду. Сейчас приеду. Ах, хорошо с тобой. Уходить не хочется. Ну, так оставайся. Не могу, семья. Ну, ладно, перестань, Алла. Дети давно уже выросли, ты им не нужна. Понимаю. Но у Шурика такой возраст. За ним глаз да глаз нужен. Ну, да, нужно думать о других, о себе никогда. Оставайся. Ты же знаешь, я для тебя все сделаю. Будь ж королевой у меня. Вся женщина будет тебя завидовать. Я разве дел в этом? А в чем? Просто привыкла к той жизни, и мне тяжело что-то менять. Ты меня любишь? Да. Но? Да никаких «но». Завтра переезжаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ах! Ах! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот, видишь, как я держу ружьё? Так. Задерживаешь дыхание и плавно нажимаешь на спусковой крючок. Дай мне. Поняла? Ну, почему мне не получается? Ну, что я делаю не так, а? Что? Чтобы получалось, надо тренировать. Лен, дай лучше я. А то Лина Криворукая, она в кабана не попадёт. Как ты меня назвал? Криворукая. Криворучкой? А ну, иди сюда, что получишь. А ты сначала догони. Стоять! Далеко не убегайте, а то заблудитесь. Ой, какие же они ещё дети. Что ты, всё отчёты пишешь? Может, прервёмся и пойдём поедим? А так жрать охота. Да, Ковтун сказал, отчёт доделать. Помог бы лучше. Слышишь? Ну, вот. Сбил. А чем тебе помочь? Диктовать тебе, что ли? Ты знаешь, у меня нет призвания к писанине. Думаешь, у меня есть? Но это часть нашей работы. Да. Притом большая. Да, слушаю. Ковтун. Лёбок, не поменее. Да? Да, хорошо, понял. Что, отчёты требуют? Да нет, не отчёты. Вступила информация, что из колонии сбежал Максим Нечаев. Объявится он здесь или где-то ещё, пока не ясно, но нужно быть на чеку. Дед, ты куда? Я на обход. К обеду будешь? Ну, это как получится. Саша! Да! И воды ещё на кухню принеси. Саша! Да! И воды ещё на кухню принеси. Саша! Саш, что случилось? Саш! КОНЕЦ Опять вы здесь? Два брата-акробата. Мало вам штрафов, за решетку захотелось. Ну, это я вам устрою. Слушай, Трофим, давай разойдемся по-хорошему, а? Сделай вид, что нас не видел. Это ты знаешь, я на сделки не иду. За убийство животного ответьте по закону. Слушай, дед, не надо нас пугать. Давай и иди своей дорогой, а? Слушай, может ты бабла хочешь, а? Со мной пойдете в поселок. Там я вас в полицию издам. Какой же ты настырный дед. Ладно, полиция так полиция. Зачем ты его убил? Зачем ты его убил? Зачем ты его убил? Не надо... Зачем ты убил? Зачем ты берешь? Зачем ты убил меня? Зачем ты убил? Зачем Зачем тебе убил? Зачем ты убил? Здравствуйте. Ай, мразь! Саша! Сашка! Господи! Саша! Сашенька! Саша! Саша! Стоять можешь? Давай, все нормально. Покажи! Покажи! Лиза, что это? Ничего. Я за аптечкой схожу. Лиза? Лиза! Ну что, берегку приготовила? Давай, давай. Слушай, чтоб он наверняка утонул. Его лучше за ноги или за руки привязать. Я не научил Казашин. Охота удалась? Может, помочь? Вали отсюда. Чего так грубо? Я ж помочь хочу. Так нам помощники не нужны. Чего делать бы? Отсовидел. Молите. Все равно уже засыпались. Тихо, 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 тихо. Не стреляй. Не надо, не стреляй. Если нужна лодка, забирай. Нам нужно освободить. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ